Продолжение следует... Как завоевывает мир потомственный модельер одежды Рубин Зингер и имеет ли он отношение к знаменитому бренду швейных машинок. Сюжет из Манхэттена. Джек Джонс и его вечно зеленые хиты про жен и любовников, а также про вечное чувство любви. Сюжет из нашего архива. И, как всегда, информация, музыка и наша традиционная викторинка. Рубин Зингер пришел в индустрию моды не с улицы. Он это уже третье поколение модельеров и дизайнеров, которые в свое время одевали всю кремлевскую элиту и деятелей советского многонационального искусства. Рубин пошел дальше. И сегодня в его нарядах ходят уже всемирно известные люди. Сюжет из Манхэттена. Скажите, что по-вашему объединяет таких людей, как Бейонсе, Дженнифер Лопес, Шакира, Тейлор Свифт, Шерон Стоун, Селин Дион и многих других? Все они носят платья от Рубина Зингера. Кто такой Рубин Зингер? Он представитель третьего поколения знаменитых советских модельеров одежды и, по легенде, наследник одноименного знаменитого бренда швейных машинок. Однако сам Рубин легенду не подтвердил. К сожалению, нет. И не имеет отношения к швейной машинке. И попросил произносить его фамилию с начальным звуком «С» – Сингер. Семья, безусловно, повлияла на выбор профессии Рубина. Его дед обшивал всю советскую политическую элиту. Отец – деятели советского искусства, особенно артистов Большого театра и театра имени Станиславского. Но в один прекрасный день сингеры были вынуждены покинуть Советский Союз и поселиться сперва в Вене, где и родился будущий американский модельер, а потом в Париже. И когда отец Алик начал там работать, его первая клиентка была Симония Синерэ, актилиса французская, итальянско-французская. И она начала его карьеру со всеми французскими звездами, включая Катрин Денёв и многих других. Однако родители Рубина все же мечтали об Америке, где больше, чем в Европе, свободы творчества. И куда они перебрались в конце 70-х. Вскоре Алик Сингер открыл свое ателье на Мэдисон-авеню. Сперва Рубин поработал на таких гигантов моды, как Оскар де Ле Ренто, Билл Блас и Каролина Херрера. А потом удалось получить инвестиции из Калифорнии. Кто-то поверил в его талант и вложил деньги. Ну это вопрос судьбы и удачи. Молодой кутюрье довольно быстро становится популярным в американских СМИ. И его часто показывают на национальных каналах, как гостя или эксперта по моде и стилю. Особенно, когда речь заходит о его знаменитых клиентах. Кто же из звезд носит одежду Рубина Сингера? Все наряды модельера создаются для коллекции по темам. В числе своих удачных коллекций Рубин назвал японскую, затем античную с образом Нефертити. Да, и была Нефертити коллекция. Вы видите, как хорошо все знаете. Да, была коллекция Нефертити. И мы использовали типажную, поставленную на идеи Лиз Тейлора. Это была девочка, которая была очень с большими голубыми глазами. Коллекции Рубина часто неожиданные. Его одежду не будешь носить каждый день. Например, его пляжная коллекция вообще выглядит как вечерняя. Я сделал коллекцию купальников, в которых нельзя было плавать. И причина почему? Потому что они были сделаны из кожи, они были разработаны в одном способе. И многие женщины, которые, допустим, идут на пляж или около бассейна, когда у них макияж и волосы сделаны, они бы никогда в жизни не прыгали в бассейн. Еще одно платье мне очень нравится. Я вообще люблю цвета. А я черное-белое, это не совсем мое. Но вот платье замечательное. Что это такое? Значит, это платье, это юбка и кофта. Это все вручную аппликация сделана. Вырезаны кусочки ткани. И аппликация сделана на тюль, который вставлен в асимметричном объекте на юбке. И потом у нас есть вот такая кофта, которая одевается вокруг шеи и запаляется сюда вовнутрь. И вот тут вот так у нас. Сколько времени занимает весь процесс от задумки до создания наряда? Девять месяцев. Хорошо. Мы представим себе такую ситуацию. Смоделируем ситуацию. Раздается звонок телефонный. Звонит Бернса и говорит. Рубин, у меня послезавтра в Белом доме выступление. Нужен срочно наряд. Справишься? Ну а как же? Конечно. Это очень часто происходит, когда у нас такие звонки раздаются, когда нам нужно делать срочные какие-то проекты. Это очень часто происходит. И мы, конечно, справляемся с этим. Тяжело, но мы делаем. Вот здесь вообще другая одежда, вообще другие цвета, которых там нет. Люблю цвета. Да. Но это не для меня, это понятно. Вот что это? Это похоже вообще на коллекцию. Это коллекция. Это все две разные части коллекции. Значит, это у нас платье с рукавами. Это три четверти, сделанное из кулаки. Я придумываю все свои собственные ткани. Я их делаю изначально, они придумываются в Италии. Рубин рисует чертежи по старинке. Старая школа. Он не использует айпеды и компьютерную графику. Мне нужно передавать свои ощущения на действительный обзор. Мне нужно чувствовать бумагу и карандаш, и думать, и разрабатывать это вручную. Я не могу это делать на компьютере. У меня есть один интимный вопрос. Да. Сколько стоит человеку с улицы заказать наряд у Рубина Зингера? Зависит, какой наряд. Но это может быть где-то от 2000 до 15-25. Зависит от вещей. Недавно Рубин Зингер начал работать и с российскими знаменитостями. Кто из известных российских артистов носит одежду от Рубина Зингера? Ольга Крутая, Анна Нитрепко, Шасмин и есть некоторые другие. Я попросил Кутюрье назвать пять икон искусства и культуры, с которыми он хотел бы провести время. Наверное, с Пикассо или с Дали. Хотелось бы сесть еще с Вольтером. Мария Калас. Нюриев был очень интересный человек, с которым я бы хотел посидеть. Как считает сам Рубин, его лучший наряд еще впереди. Вот только как бы убедить известного нью-йоркского Кутюрье обращать на нас, на мужчин, больше внимания? Мы ведь тоже любим одеваться по самой высокой моде. Здравствуйте, это дизайнер Рубин Зингер. И вы смотрите Тайм-Аут на канале НТВ Америка. Настало время выразить благодарность друзьям Тайм-Аута, спонсором нашей передачи. Прежде всего, это генеральный спонсор телепроекта доктор Леонард Блей. Он пионер безлезвенной микрохирургии глаза и директор Института лазерной коррекции зрения. Доктор Блей без следов, без ножа и скальпеля вернет вам отличное зрение и избавит вас от очков и контактных линз. Доктор Блей является также авторитетным специалистом по лазерному лечению катаракты. Член американской коллегии иммиграционных адвокатов Влад Сирота поможет, обязательно поможет вам воплотить вашу американскую мечту. Он занимается всеми видами иммиграционного права, семейной, визовой и судебной иммиграцией. Один звонок в офис Влада Сироты, и вы получаете Америку на всю жизнь. Нас также поддерживает заново открывшийся салон мебели New Decor Furniture. Вообще-то, этот бренд в бизнесе более 20 лет, и каждую неделю там по-прежнему проходят распродажи мебели и аксессуаров для дома или квартиры со скидками до 50%. Для того, чтобы вы узнали о том, какая распродажа проходит в магазине на этой неделе, нужно просто позвонить по знакомому номеру телефона и сказать о том, что вы звоните по рекомендации программы Time Out. Новый дом, новая квартира, новая мебель. New Decor Furniture. Аллергия – это неприятное заболевание. Доктор Лев Барский напоминает о том, что начался сезон этой неприятной болезни. Он много лет занимается лечением астмы, аллергии, кожной аллергии и всеми другими видами аллергических заболеваний. Искренне желаю вам! Будьте здоровы! В апреле тоже бывает плохая погода, а это потенциально повышает риск автоаварий, травм на стройках и на улицах и других видов несчастных случаев. Все может случиться в нашей непростой жизни. Таня Гендельман. Адвокат с более чем 20-летним опытом работы, помогла тысячам своих клиентов получить и выиграть максимально возможные денежные компенсации. Таня обязательно поможет и вам. Американский певец Джек Джонс никогда не сомневался в том, что станет артистом. Как его папа, знаменитый в 30-х и 40-х годах актер и певец Аллан Джонс или как папа его одноклассницы Нэнси Синатра. С обладателем двух премий Грэмми мы встретились в Нью-Йорке в 2007 году. То, что Джек Джонс – артист, видно за три версты. Ослепительная улыбка, невероятная энергетика, галантность и обаяние просто магнетически действуют на публику уже много лет. До этого была автозаправка, где Джек работал и где услышал по радио свою первую запись, которую втайне от отца актера Аллана Джонса отослал на местную радиостанцию без какой-либо надежды услышать ее в эфире. Я родился в то время, когда была в моде романтическая музыка. Ее я слушал каждый день. И не только потому, что мой отец был одним из самых популярных в те годы певцов, но и потому, что именно такие чистые мелодии звучали тогда по радио. Возможно, вы помните моего отца по его шлягеру «Серенада на осле». Время, когда я начал карьеру, было интересным. С одной стороны, был популярен джаз. С другой стороны, нам на пятки наступал Элвис Пресли и его новая музыка. Джек Джонс рассказал, что кумирами его детства были Сэмми Дэвис-младший, Розмари Клуни, Мел Торме, а с семьей самого Фрэнка Синатры он был знаком с детства. С нами в школе училась Нэнси Синатра, которая как-то уговорила отца прийти и спеть несколько песен для ее одноклассников. Мы были просто шокированы. Увидеть живого Синатру в школе, это казалось чудом. Кстати, моей дочке было лет 15, когда я пришел к ней в школу и устроил концерт из рождественских песен. Я был одет, как Дед Мороз. И во время концерта она не выдержала и на весь зал закричала. Это не Дед Мороз, это мой папа. Было очень смешно. Джек Джонс часто вспоминает важные моменты своей жизни. Когда ему вручали два раза Грэмми, когда его впервые узнала в аэропорту сотрудница авиакомпании и когда из множества певцов сам Мишель Легран выбрал именно Джека для записи своего первого альбома на английском языке. Песни попадали к артисту, что называется, из первых рук. Звукозаписывающие компании просили, чтобы именно он записывал такие песни, как «Call Me Irresponsible», «Зови меня безответственным», «Impossible Dream», «Невероятная мечта», а Бёрд Бакарак предложил записать песню «Жены и любовники» «Wives and Lovers», ставшую одним из хитов певца. Джек Джонс известен также и как исполнитель главной роли в мюзикле «Человек из Ла-Манчи». Некоторые критики считают, что он – самый лучший в мире Дон Кихот. Певец живет в Калифорнии, недалеко от Лос-Анджелеса, и все свободное время проводит с семьей. Он обожает природу и особенно панораму гор, которая видна из окон дома. Мистер Джонс увлекается живописью и киносъемками. Не так давно он записал диск песен Тони Беннета и сам нарисовал обложку и на ней портрет певца. У Джека есть видеокамера, в которой он любит снимать самые интересные моменты своей жизни – путешествия, встречи с друзьями и, конечно, свои концерты. «Я очень скучный человек», – говорит артист. По большим праздникам Джек любит разыгрывать людей. Но иногда и с ним происходят смешные случаи. Однажды ко мне подошла какая-то женщина и спросила, не был ли я гостем на шоу популярного певца и телеведущего Энди Уильямса. Получив утвердительный ответ, она пожала мою руку и сказала, «Теперь я всем расскажу, что пожала руку, которую жал сам Энди Уильямс». На вопрос о том, узнают ли артиста на улицах и как на него реагируют, он ответил, что, как это не кажется странным, да, узнают и всегда улыбаются. Хотя, если он этого не хочет, то надевает джинсы, простые футболки и идет по городу незамеченным. Вы всегда очень элегантно одеты. Кто ваш дизайнер? У меня никогда не было собственного модельера, говорит артист. Но я на самом деле всегда очень внимательен к внешнему виду, хотя и не слежу специально за модой. Гардероб выбираю сам или с женой. Певец когда-то записал песню из России с любовью. Означает ли это, что он любит Россию? Я никогда не был в России и съездил бы туда как турист. Выступление? Я не знаю, насколько меня знает русскоязычная публика, но можно попробовать. На прощание Джек Джонс попросил, чтобы в нашей передаче был показан вот этот фрагмент из телешоу Джуди Гарланд. Я хочу вернуть не только атмосферу того времени, но и легендарные имена, с которыми мне посчастливилось работать. Скоро выйдет очередной 56-й диск артиста, составленный из репертуара его друзей, звезд американской музыки и кино 20-го века. Субтитры создавал DimaTorzok Глазные операции в древности Глазные операции в средневековье И безлезвенные операции в 21 веке. Только с помощью лазера доктор Леонард Блей, пионер безлезвенной глазной хирургии, успешно избавляет от очков и контактных линз, безопасно удаляет катаракту и эффективно лечит глоукому. Безлезвенный лейсик и безлезвенное удаление катаракты. Быстро, безопасно и безболезненно. Только у доктора Леонарда Блея. Жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее в Америке нужно легально. Иммиграционный адвокат Владислав Сирота решает самые сложные проблемы. Получение статуса политического беженца, грин-карты, визы для инвесторов, сдачу экзамена на гражданство. Он оспаривает депортацию, помогает в воссоединении семей и делает все возможное для вашей легализации в США. Главный офис Владислава Сироты расположен в Бруклине. Практика во всех штатах. В жизни не всегда случаются радости. Автомобильная авария, травма при падении, несчастном случае или на работе. Стали жертвы халатности в доме престарелых, причинен вред в результате неправильного диагноза, медицинской ошибки или при родах. А может быть чья-то неосторожность стала причиной смерти близкого человека? Наши юристы отсудят для вас самую выгодную компенсацию. Адвокатская фирма Тани Ендельман – это более 20 лет практики, свыше 6 тысяч успешных дел и миллионы долларов для наших клиентов. Звоните круглосуточно. Из беспросветного лабиринта аллергических заболеваний всегда есть выход. Центр лечения аллергии доктора Барского. В нашем центре мы помогли многим взрослым и детям. Обязательно поможем и вам. И, наконец, наша традиционная музыкальная викторинка. Но сперва ответ на вопрос в предыдущей передаче. Название пьесы, которую исполнил Андре Рио и его оркестр, называется «Чай на двоих» – «Ти фо ту». А сейчас вы увидите выступление живой легенды Голливуда Дорис Дэй. Вопрос – какой деятельностью занимается актриса в жизни? Вам нужно прямо сейчас позвонить по этому номеру телефона, ответить на вопрос и получить призы от нашей передачи. Пожалуйста, не забудьте назвать себя и контактный номер телефона. А я прощаюсь с вами до следующей недели. С вами был Олег Фриш. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»